Добрый день! Меня зовут Эльвина. Я приветствую вас на своем канале Вязальная Шкатулка. В прошлом году я сняла очень подробный мастер-класс, как связать этих пушистых пухликов на Пасху. Получились очень добрые, мягкие кролики. Если вы не вязали кроликов в прошлом году, хочу вам про них напомнить. В этом видео уроке не будет подробного мастер-класса. Я просто дам описание кроликам, расскажу некоторые нюансы, которые помогут вам связать этого кролика, сделать так, чтобы они стояли, не падали. И приглашаю вас связать вместе со мной. Кстати, Новый год 2023 это тоже год кролика. Вы можете таких кроликов подарить на Новый год и не обязательно вязать их только на Пасху. Расскажу, какие материалы я использовала для кроликов. Голова и ушки пушистые. Обратите внимание, они связаны из пряжи Нака Париж белого цвета. Это полностью акриловая пряжа, очень хорошо смотрится в пушистых игрушках. Для коричневой части я использовала пряжу монгольский верблюд. Для того, чтобы получилась такая деревенская фактура, монгольский верблюд достаточно пушистая тоже пряжа. Не такая, как Нака Париж, но и не такая гладкая, как Ярнард джинс. Тело связано, верхняя часть из Ярнард джинс. Еще мне понадобились глазки 3 мм, маленький носик, наполнитель для игрушек, утяжелитель. Для чего я его использовала, я тоже обязательно расскажу. Две пуговички, если вы будете вязать такой же комбинезончик. И черная игла с тонкой черной ниточкой. Либо вышиваем ротик кролику и брови. А теперь переходим к описанию. Кролик состоит из нескольких частей. Верхняя часть это голова и тело. И нижняя часть туловище. Вяжутся они отдельно, а потом соединяются вместе вот таким швом. Верхнюю часть она начала вязать с макушки головы. Показываю сейчас описание. На Капариж я вязала крючком номер 2,5. А Ярнард джинс тоже вязала крючком номер 2,5. В этот раз для того, чтобы не было разной плотности. На экране вывожу описание верхней части. Очень классный джинсовый синий цвет есть у пряжи Ярнард джинс. Выбрала именно его и не пожалела. Сочетание коричневого и синего. Одни из моих любимых. После того, как верхняя часть связана, переходим к вязанию нижней части. Можно взять и пряжу Ярнард джинс, монгольский верблюд, немножко потолще. Посмотрите описание нижней части. Нижняя часть готова. Переходим к вязанию лап. Кончики лап я начинала вязать с Нако Париж и перешла на Ярнард джинс. Следующим этапом можно еще связать ушки. Вот ушки, кстати, я приклеивала, не пришивала. Не люблю пришивать мелкие детали. Берем верхнюю, нижнюю часть кролика, соединяем их вместе. На дно я рекомендую вырезать круг из-за картона. Положить его на дно игрушки. Тут лучше видно, потому что я нашла большой плоский камень. Кстати, летом тоже займусь тем, чтобы собирать большие плоские камни. На дно игрушки либо у вас есть, либо положите большой плоский камень, либо сначала картон круглый и на него положите утяжелитель. Я использую стеклянные шарики в качестве утяжелителя, которые покупаю в фикс прайсе. Стоят они недорого и хватило мне, наверное, на 10 игрушек того утяжелителя. Дальше набиваем наполнителем верхнюю и нижнюю часть кролика и соединяем вместе тамбурным швом. Можно иглой, но я и выполняла этот шов крючком. После того, как вы все это соединили, прикрепляем пряжу коричневого цвета сзади и вяжем сначала цепочку из воздушных петель в одну сторону, а в другую сторону столбики без накида. Приходим вот сюда, отрезаем кончик пряжи, прячем внутрь. Делаем вторую такую же лямочку. И осталось нам связать только бантик. Схему бантика я сейчас покажу. Она тоже достаточно несложная. Теперь нам нужно вышить ротик тонкой ниткой, обычной швейной белой ниткой. Пришить глаза. И когда будете пришивать глаза, сделайте утяжку. Во время пришивания глаз стяните вот эту часть. Тогда глазки будут вставлены. И у вас получится такой переход к носику. Вышить брови и пришить лапки. Вот и готов ваш кролик. Вместе с ушами высота кролика 16 см. Все ваши пожелания и замечания можете написать в комментариях. Также ваши вопросы задавайте в комментариях. Я отвечаю на все ваши вопросы. Хочу, чтобы у вас дома тоже поселился этот толстенький добрячок. Ставьте лайк, если вам нравятся эти кролики. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно отмечайте свои работы в инстаграм тегом вашкад. И можете присылать мне свои работы на электронную почту. Я их выставляю у себя в профиле в инстаграм. И иногда делаю ролики на ютуб с вашими работами. Всегда приятно видеть, что вы связали по моим описаниям. Желаю всем хорошей Пасхи, яркого солнца, веселого настроения. Жду вас снова на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.